И вот женщина. И тут вот туда, в далекие времена, когда Адам Еу сотворил. Ну, много искаженных, конечно, и это легенда, и дело не в этом. Но есть такая особенность в летописях, что на самом деле были воссозданы мужчины и женщины из одного бога кеста, скажем так, материала. Но так как они стали ссориться, опять помним, для того, чтобы объединиться и быть вместе, для этого надо поставить любовь за тонкое, мощное, скажем, излучение сердец, сердечных центров. Напоминаю, не сердец. Сердце само, оно просто горячую энергию генерирует. И только это может объединять. Как, это мы уже разбирали. Ну, это легенда, что было Адам и Лилит. И они начали ссориться за доминирование. И Лилит психанула, скажем так, как обычные женщины делают, помоцинировала и стала породительницей всех демонов. Ну, что, скажем, Адам-то был послушным мальчиком. Знаете, мужчине тяжело подчиниться, но если он выбрал, или если есть это его отец, который авторитетен, он, конечно же, исполнительный. Он солдат. И он хочет стать генералом, помним. Только настоящий солдат становится настоящим генералом. А у женщины другая особенность. Помним, что женщина – это эмоции, это чувства, это пространство заполнения, это проявление. А мужчина – вот дух, который вот туда идет, он, может быть, непоколебимый. Когда мужчина колеблется, эмоционирует, это женская энергия, упоминаем, его заполнила, он уже не может выдерживать, а лед там кидается на женщину. Извините, это женщина, программа женщины, которую она подпитала, через мужчину, наполню его, мужчина ее же бьет, чтобы еще больше подпитаться. Напоминаю, в конфликтах, между мужчиной и женщиной, 100% ответственная женщина, в развитии пары, у нас тема эта все время идет, что женщина наполняет мужчину, да, мужчина развивается. Но здесь еще более глубже, ответственнее на мужчина. Но в этом случае, если он не останавливаясь, идет в развитии, женщина отпадает, если она не пойдет за ним следом, что и культивировалось во многих народах. Сообразно структуре, напоминаем, у мужчины структура вектор, он может контактировать с внешним пространством, а женщина, вот она за внутреннее пространство, за мужчину во внутреннем пространстве своему ответственно. А вот как он будет проявлять наружу себя, будет он устойчив в покорении новых вершин или нет, ну тут с него спрос. Дух надо удерживать свой. И тут как раз возникает та особенность, что женщина, когда начинает его стягивать на себя, это надо увидеть, почувствовать и идти дальше. Потому что будет возможность, поднявшись, вытянуть женщину, которая захочет, конечно, руку протянуть. Потому что если не захочет руку протянуть, тебя будет ждать, когда мужчина спустится. Извините, спустившись в болото, из него уже не поднимешься. Потому что идущий вверх-вперед, он уже привязан к новому пространству. Он там должен себя проявлять. И он не должен его оставлять, только лишь покорив его. Говорю образно, но в этих образах суть процессов. Мы их разбирали. И тогда вы поймете, если вы пересмотрите карму или занимаетесь этим. И вот эта женская суть, лилит, которая считает себя на равных с мужчиной, опять имеет две стороны. Неправильно и неправильно. Ну, потом она как бы извернута же была, демона, и Бог тогда сделал Еву из ребра, как бы, себе саму, поэтому она была послушна. Все равно она его спровоцировала. Поддался. Не в духе было, да. А в вожделении. Поэтому вы увидите внимание мужчинам, куда оно направлено. Насколько оно поддерживается. И вот эта двойственность, понимаете, вот когда пара, просто семья, соединяется на уровне сердец, на уровне середины золотой, и идет раскрытие энергии объединенной, люди настолько слышат, чувствуют, дополняют друг друга. У них нет никакого доминирования вообще. Не нужно. Оно само собой получается. Уж женщина проявляет свою женскую подлинную натуру. Не надо какими-то практиками взращивать или краситься там что-то, пытаться внешними способами. Вы видите, со времен лилит женщины все время раскручивали внешние-внешние-внешние приоритеты, так как у них низкая энергия, автоматически включающая нижние чакры активность приоритетно. А у мужчины духовность жестко, без души. То есть подчинить прямо силовым способом и все. И вот только вот эта возможность соединения сердец, образно говоря, на самом деле, люди, как обычно, разрушаясь, приходят к такому состоянию, когда самое нужное становится, это жизнь. Понимаете, вот все уже, многие приходили, уже там болезни развернулись или еще что-то. А жизнь – это энергия, возникальное тело. А та энергия, которая развивает тело, это высокочастотная энергия. Когда человек наполнен высокочастотной энергией, выход тоже и держишь. Это то, что называется любовь. Радость счастья. То есть человеку приходится разрушиться, чтобы наконец-то определиться самой главной ценностью в своей жизни – это высокая энергия под названием любовь. И когда он делает приоритет этого, всегда и во все, почему-то у него начинается развитие, начинается объединение, начинается общение правильное. Здоровым становится. Долгожителем. Или же вообще заканчивает эту жизнь, если он выполняет ту миссию, которая у него заложена. Ну, как бы говоря, вот вам темная суть сознания. Из реинкарнации к реинкарнации переходят. Вот эти деформированные структуры, негативные, которые взращивались с человеком сами собой, которые брались снаружи, они в канале сознания седали, они искажали вот эти семь чакр работу. Оно входило как в виде как привычек каких-то характера, программ поведения. Это как не проработано, передавалось в следующую жизнь. человек рождается у мужчины. Особенность это доказать свое, я говорю, за темную сторону, доказать свое мнение и навязать его остальным. у женщины особенность темной стороны сознания это использовать мужчину для своего удовольствия. общая концепция изучая вот эту информацию, которую мне показывали записанном канале сознания, это общая вот такая доминанта, скажем так, темной стороне у мужчины и темной стороне у женщины своя. у мужчины явное подчинение, у женщины использование через подстраивание. Дальше уже кого как проявляется. Разбирали мы много что по этим всем темам, ну вот сейчас будем будете делать практику и будете погружаясь в глубину своего сознания вы будете нырнуть в канал сознания. То есть вводя в это общее состояние единения вы можете дать установку канала сознания и как бы говоря нырнуть туда. Нырнуть и пройти посмотреть. Что там есть? У кого кому-то может быть открывается видение, кому-то пойдут образы, кому-то просто знания пойдут что-то покажут. Что-то потому что у всех оно есть это темное сознание или темная сторона сознания. сознание иначе он здесь не родился на земле. И у меня там сидит еще власть сидит. сижу вот так руки в бок не себе. То есть подстраивание. То есть через подстраивание идет использование мужчины. То есть мы смотрели и сам проходил тоже. Женщина дает энергию, мужчине кажется, что она дает и тут же она забирает. Бедолага сама остается без нее. Потому что все дается в рот. Работает эта схема. И рушатся рушатся все кругом. Но ничего. Мы рушиться не собираемся.